Добрый день, дорогие друзья! Самая мирная военная профессия – музыкант. Их творчество дарит радость людям по всему миру, независимо от военных доктрин государств. И ни для кого не секрет – музыка – самый хороший дипломат. Каждый день творческие коллективы Министерства обороны Российской Федерации вступают в незримый бой за мир и счастье людей во всем мире. Наш зал дорожит дружбой с одним из таких коллективов – Центральным военным оркестром Министерства обороны Российской Федерации, одним из самых известных оркестров мира – Достоянием России. Говоря о творческих коллективах Минобороны, нельзя не упомянуть еще один прославленный коллектив – академический, дважды краснознаменный, ордена Красной Звезды, ансамбль песни и пляски имени Александрова, с одним из артистов, которого мы сегодня и познакомимся – Виталий Федоров. Лауреат всероссийских и международных конкурсов, лауреат и стипендиат премии губернатора Тверской области. Здравствуй, Виталий! Здравствуйте, Светлана Анатольевна! Здравствуйте, дорогие телезрители! Скажи, пожалуйста, Виталий, что повлияло на твое желание заниматься музыкой и выбор профессии? Музыка была в моей жизни еще с самого детства. Отец мой всегда пел, сочинял песни. Еще в детском саду я всегда участвовал в творческих каких-то вечерах, мероприятиях. В школе также продолжал петь, выступать на концертах. Одни из первых выступлений на большой сцене были во дворце творчества детей и молодежи у нас в Твери. В дальнейшем я решил заниматься вокалом. Но все это было на любительском уровне. Это было такого, сказать, рода хобби, увлечение. И в один прекрасный момент я решил все-таки попробовать заняться вокалом и по рекомендации друзей пошел заниматься в студию, вокальную студию Solo Way, где преподавала эстрадный вокал Шубкина Екатерина Вячеславовна. Уже на первых занятиях она мне сказала, Виталик, я не хочу ломать академическую природу твоего голоса, и тебе нужно попробовать двигаться и учиться развиваться в академическом вокале. И у тебя это обязательно получится. В дальнейшем она меня отправила к своей маме. Это концертмейстер Тверского музыкального училища Светлана Абрамовна Шубкина. Она помогала мне в течение буквально двух недель осваивать музыкальную грамоту, азы музыкальной грамоты. Мы подготовили с ней произведение, с которым я потом прослушался в музыкальный колледж. И вот так, знаете, в середине октября, когда я уже был студентом экономического факультета, я поступил на первый курс на экономический факультет института, и уже в середине октября я благополучно прослушался и попал в Тверской музыкальный колледж в класс к Нурматовой Марине Владимировне, которой очень благодарен, что она меня приняла, и также очень благодарен Светлане Абрамовне, которая дала эту возможность и помогла мне поступить в музыкальный колледж. Расскажи, пожалуйста, о своем папе. Он талантливый человек, он поет, сочиняет музыку. Вот буквально пару слов. Да, действительно, отец, я горжусь отцом, он у меня талантливый человек, он поет и сочиняет музыку, но при этом по профессии своей он бухгалтер-экономист. И, как он говорит, по его словам, к сожалению, музыка не стала его основной профессией. Безусловно, наблюдая за моим музыкальным ростом, это приносит радость отцу. И хоть он и не стал профессиональным музыкантом, он верит, что я воплачу его мечту, его вера дает мне еще больший стимул достигать новых высот музыки. Скажи, пожалуйста, что влияет на выбор репертуара? Каких исполнителей больше любишь ты? Из чего репертуара больше любишь ты исполнять произведения? Выбор репертуара я выбираю сердцем, я выбираю то, что непосредственно мне нравится сейчас. Заранее что-то планировать не получается. Творчество — это постоянный процесс, обновляющийся процесс. И то, что тебе нравится сейчас, ты выбираешь. Ты смотришь произведения, которые вдохновляют тебя сейчас. И ты их в любом случае включаешь в свою программу музыкальную и стараешься донести до зрителя так, чтобы это тронуло каждого. И это свадьба, свадьба, свадьба белая, и полисала, и крылья его свадьбу донесли. В своем концерте я выбрал произведения из репертуара Муслима Магомаева, Сергея Захарова, Фрэнка Синатра. И это неудивительно, потому что для меня это произведения, наполненные смыслом. Эти произведения, которые имеют слово и которые несут культурную ценность. Что для тебя значит петь в крупнейшем коллективе России? Петь, ездить с гастролями, с ансамблем имени Александрова – это огромная ответственность и огромная радость в том, что ты являешься частью такого легендарного коллектива. Это многочасовая работа над собой, каждый день у нас происходят большие репетиции, мы готовимся к концертам на разных площадках разного уровня. И даже маленькая какая-то концертная площадка, это может быть в области, если мы не берем Москву, центральные площадки, все равно подготовка к такому концерту проводится очень тщательно и требует высокого профессионализма от каждого артиста. Ансамбль выступает во всем мире, буквально в каждой стране, где бы не выступал ансамбль Александрова. И каждый раз в репертуаре ансамбля звучат произведения на языке принимающей стороны. Как вы разучиваете эти произведения? Да, действительно, это сложившаяся традиция ансамбля. Как мы разучиваем? На самом деле просто. Если ты профессиональный музыкант, то выучить именно музыкальное произведение, как музыкальный материал, это не составит труда. Здесь основная проблема заключается в разучивании слов. Конечно, в словах и как их правильно произносить и как они правильно, потому что некоторые слова очень тяжело ложатся на музыку. И приходится непосредственно вот этим больше заниматься и разучиванием именно произношения и слов в произведении. Что ты пожелаешь молодым начинающим артистам-вокалистам? Молодым артистам-вокалистам прежде всего я пожелаю, чтобы они горели своим делом. Если они начинают заниматься пением, то значит им это нравится. Прежде всего это должно исходить от их собственного желания. Не нужно останавливаться на достигнутом, нужно всегда подбирать репертуар, тот, который прежде всего трогает тебя. И ты понимаешь, что сможешь грамотно и чувственно, трогательно донести произведение до зрителя. Так и стрела по степи пролегла, как слеза по щеке. Прежде всего я хочу пожелать здоровья. Берегите себя и своих близких. И если вы неравнодушны к произведениям из репертуара Муслима Магомаева, Сергея Захарова, Фрэнка Синатра, это произведение замечательной советской эстрады, то приходите на мой концерт 15 октября в 19 часов в киноконцертный зал «Панорама». Военные музыканты давали свои концерты в самых неожиданных местах и по самым неожиданным поводам. Они выступали в Ватикане по случаю дня рождения Иоанна Павла II. Выступали в штаб-квартире НАТО, где зал рассчитан на 300 зрителей, а пришло в 5 раз больше. И каждый раз, когда звучит «Священная война», люди во всем мире слушают стоя. Черчилль называет ансамбль имени Александрова поющим оружием. А дипломаты говорят, что концерты этого коллектива зачастую более действенны, нежели переговоры. И куда бы ни приезжал этот коллектив, его всегда встречают овациями. Вот уже несколько десятилетий творческие коллективы Министерства обороны Российской Федерации каждым своим выступлением отвечают на вопрос, хотят ли русские войны, показывая всему миру, что такое Россия и что такое русский человек, который любит жизнь и любит жить в мире и согласии. А я приглашаю вас на концерт артиста ансамбля имени Александрова Виталия Федорова, который состоится в киноконцертном зале «Панорама» 15 октября при участии эстрадно-джазового оркестра под управлением Павла Смирнова. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ До новых встреч! Заходите на наш сайт panoramadefistver.ru, звоните по телефону 300 033, будьте здоровы и счастливы! Оставайтесь с нами! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова